Люди со стойким характером и силой духа. Международный день инвалида отмечается с 1992 года. Жители округа, которые волей и судьбы имеют ограничения по здоровью, поздравили им люберецкие депутаты. Всего самого наилучшего, конечно же, здоровья, но самое главное, это хорошего настроения, и чтобы любовь и дружба между вами, руководители вас объединяют, сохранялась так, как она и сейчас и приумножалась. Помимо добрых слов и цветов, сладкие подарки. Члены трех люберецких организаций Всероссийского общества инвалидов получили 280 коробок конфет. Зачастую в этих людях гораздо больше сила духа, правильного поведения православного, уважения к близким, к старшему поколению. На основе их поведения, их жизненного опыта, конечно, учатся молодежь, все мы. Несмотря на ограничения по здоровью, участники общества стараются вести активный образ жизни. Вместе ходят в театры, музеи, посещают бассейн и отмечают праздники. Очень большую помощь мы получили от депутатов. Пасхи нам всем волонтеры доставили куличи. Вот к празднику Дню пожилого человека нас поздравили. Поздравили нас с Днем инвалидов. Также, помимо подарков, у нас бывает сейчас совещание с ними онлайн, с депутатами разговариваем. Три первичные люберецкие организации Всероссийского общества инвалидов насчитывают 232 участника. Всего в округе проживают 25 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Более 900 из них – дети. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова